Работа самарского мастера домовой резьбы Сергея Пимахина можно увидеть в старом центре города. Он помогает восстанавливать уникальные здания, вырезать наличники, всевозможные украшения для фасада, рассказывает резьбу и влёкся 12 лет назад. За это время преобразил более сотни домов. Наша Самара, она очень уникальна в плане домовой резьбы, потому что много еще сохранилось вот этих наличников 19 века, которые радуют своей красотой. Необычные, они отличаются от золотого кольца или от сибирских наличников. Они легкие, ажурные, витиеватые, очень интересные и примечательные. И как бы хотелось бы это все сохранить и, может быть, дать новую волну в свете того, что люди хотят жить все-таки больше в частном жилье. Сергей рассказывает, когда много умеешь, хочется поделиться своими знаниями с другими. Сейчас он вместе с представителями областных и городских властей обсуждает возможность открытия ремесленной школы. О своих идеях самарские умельцы рассказали на фестивале «Самарское культурное ремесленное наследие». У нас здесь есть несколько проектов, которые мы хотели бы продвинуть, и проекты образовательного такого направления. И, естественно, чтобы туристы смотрели, какие у нас были мастера и какие традиции. Гридыбаев его называли еще «Самарским кулибином», который первое ремесленное училище здесь создал. И Чулков замечательнейший мастер, который являлся членом ремесленной семьи, ну, династии. И здесь, в Самаре, он как раз у него было музыкальное депо, и он здесь, именно в Самаре, получил патент на баян. Самарские ремесленники находят поддержку у областных и городских властей. Ежегодно на речном вокзале проводится ярмарка, на которой они могут продать свои работы. Для этого там созданы специальные торговые домики. В этом году Самара участвует в конкурсе «Рост туризма. Туристический код города». В случае победы их обновят. Особое место в формировании туристической привлекательности Самары является крафтовый туризм. И сегодня данной теме будет посвящен наш фестиваль, на котором мы заслушаем презентацию наших уважаемых мельцев, ремесленников. Самарское областное училище культуры – настоящая кузница талантов. Там обучают росписи по дереву, глине, по ткани и даже учат ткать ковры. Особое место в творчестве студентов занимает гордость самарской архитектуры – здание в стиле модерн. На протяжении последних восьми лет мы совместно с Ассоциацией «Ремесленная палата» работаем над темой сохранения стиля модерн в нашем самарском, скажем так, прикладном искусстве. Здесь представлены работы, выполненные нашими студентами. Это эскизные зарисовки того, что осталось в архитектуре от стиля модерн. Мы работаем именно над сохранением национальных традиций в самарском регионе. Все идеи, озвученные самарскими умельцами на фестивале, будут поддержаны и могут найти воплощение уже в ближайшем будущем. Виктория Шарой, Николай Епифанов, События. Вот от такого замечательного... Виктория Шарой, Николай Епифанов, События.